Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и я решил на пару дней отдохнуть от Парагона, решил найти что-нибудь другое, поиграть пока, либо нельзя зацикливаться на чем-то одном, надо иногда давать себе передышки, и я вот решил на выходных немного отдохнуть. И в стиме наткнулся на такую игру под названием Last Man Standing, что дословно переводится как последний герой. Вообще в стиме я нашел ее случайно, и мало того, она еще была в разделе бесплатных игр, что меня очень сильно удивило, ибо там в основном находится разнообразный шлаг. Повторюсь, не все бесплатные игры, а больше их часть. Так вот Last Man Standing меня зацепило как бы внешним видом, там превью, и я решил попробовать. И честно признаюсь, как убивашка времени, как перерыв между другими своими играми, она очень даже ничего. Ну а теперь уже давайте поговорим о плюсах-минусах игры, и вообще начнем с того, с чего начинается она. После нажатия на клавишу Solo Play и ожидания достаточно долгой загрузки, потому что карта в игре большая, очень большая, вы попадаете в, скажем, такой загон для игроков, таких же как и вы, которые ждут начала матча. И это не какая-то пустая территория, а такая небольшая улочка со зданиями разрушенными, перевернутыми машинами, то есть все сделано добротно, качественно, но и без минусов тут не обошлось, ибо в игре реализован войс-чат. И пока вы ждете 3 минуты, пока начнется матч, ваши уши будет нежно ласкать сия музыка. Но, слава богу, началась игра, и теперь можно насладиться тишиной. Игра обычно тут длится 20-30 минут, но это в том случае, если вы доживете, скажем так, ну хотя бы место до 20-го. Но поверьте мне, в первую свою игру, с вероятностью дохуя процентов, вы умрете в течение, наверное, 3-х минут первых. То же, в принципе, случилось и со мной, и после второй такой смерти в мозг пришло осознание того, что надо что-то предпринимать. И тут вот игра для меня заиграла новыми красками, ибо голова начала переполняться идеями. Куда прибежать, как осмотреться, как выбрать позицию, с которой можно осмотреться, как вообще перебежать до той позиции, чтобы тебя не убили, как прибежать так, чтобы тебя не увидели, как самому увидеть противников. И получая вот все больше и больше информации о игре, первая идея, которая пришла мне в голову, это забиться на каком-нибудь втором этаже здания, забаррикадироваться. Тут есть специальные итемы, которые можно поставить, это такие баррикады небольшие с окошками. Так вот, забриться на каком-нибудь втором этаже, отстреливать противников, которые туда будут приходить, и вообще переждать, пока противники друг друга перебьют. Как говорится, остаться последним выжившим. И после такой идеи в мозг пришла мысль, а что делать, когда останется мало человек? То есть 20, 10, а то один на один, когда останутся. Как искать друг друга на этой карте? Ответ тоже не заставил себя долго ждать, ибо я умер. В следующей игре я уже понял, что умер от того, что долго сидел на одном месте. Ибо тут есть определенная зона, ограниченная барьером, которая через определенные промежутки времени стягивается, соответственно, все ближе и ближе сталкивая противников друг с другом. То есть моя предыдущая идея отсидеться не выгорела. И в мозг уже стали приходить новые идеи, которые позволили бы достичь этой самой цели, остаться выжившим последним. Благо, хоть ресурсов для этого предостаточно, и искать их тоже долго не нужно. Потому что каждый игрок, когда появляется, уже рядом с ним находится либо какой-то дом, либо даже маленькая палатка, в которой найдет он кучу добра. Это одно, два, а то и три-четыре оружия, в зависимости от размеров здания. Разнообразные обезболивающие, аптечки, баррикады, колючие проволоки, разнообразные гранаты, а также модули для оружия. Плюс еще убив противника какого-нибудь, можно будет подобрать весь лут, который он нес в этот момент. Но по оружиям есть ограничения, вы можете носить с собой всего лишь два оружия. И их тут тоже достаточно большое количество. Что касается графики, то она тут, ну, не сказать, что прям-таки идеал, но и не совсем отстой. Для такой игры довольно неплохо, если учесть, что она бесплатная, но проблема заключается в другом. Оптимизация немного хромает. В некоторых местах фпс заметно проседает, хотя, казалось бы, на экране вообще ничего нет. А если вы столкнетесь с противником на близкой дистанции, то от выстрела будет уже гарантированное падение фпс. Конечно, в игре есть еще минусы, такие, например, как отсутствие русского языка. Многих это может оттолкнуть, хотя, по сути, в игре язык-то и не нужен, там и так все примитивно и понятно. Еще минусом может стать именно однообразие. Долго в эту игру вы играть не будете. Как я и сказал, для перерывов между своими какими-то другими играми она вполне годится. Но как постоянная игра, она будет очень скучна. Еще небольшим минусом можно посчитать отсутствие кооперативной игры. То есть вы не можете вместе со своим другом зайти в игру и играть против других игроков. Несомненно, вы можете одновременно нажать соло-плей и вас закинет на один и тот же сервер. Но вы уже будете врагами, каждый сам за себя будет играть. Но это я считаю небольшим минусом, потому что, насколько мне известно, кооператив скоро хотят добавить. И еще, скажем, дам небольшой такой плюс в копилку. Тут нет разницы между уровнями. То есть вы можете спокойно играть против 50-х уровней, против 80-х, не знаю, 100-х, какие тут уровни максимальные, я не знаю. Я сталкивался с такими людьми, которые были там 30-х, 50-х уровней, при том, что я был тогда первым еще. Так вот, разницы абсолютно никакой. Единственное отличие между вами будет, это то, что у них будет больше косметических вещей. Разнообразных костюмов, майек, штанов, трусов. А все остальное же будет зависеть только от вашего скилла. Потому что единственное, что тут есть из доната, это сундучки, с которых, кстати, и падает все это добро. Но не волнуйтесь, сундучки можно получить не только за донат, но и за поднятие уровней. И, как я предполагаю, скорее всего, за получение первого места в матче. Но, к сожалению, я доходил максимум только до пятого. Ну и на этом все, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой игре, если вы играли. Если не играли, советую поиграть. И еще советую подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И, друзья, играйте в хорошие игры.